Здравствуйте! Космические мазеры. Есть такая тема. Есть вот лазеры, это свет излучают, когерентные источники оптического излучения, а вот мазеры это когерентный источник почти как лазер, только радиоволнового излучения. Это вот космические мазеры, которые светят, то есть излучают там где-то там в космических далях. И в гостях у нас специалист по как раз изучению этих мазеров, зав. лаборатории космических мазеров Алексей Валерьевич Алакос, кандидат физмат-наук, и он работает в... как это называется? В физическом институте имени Либи, в астрокосмическом центре. Астрокосмический центр. Это тот самый центр, который недавно запустил и эксплуатирует успешно изделие, которое называется радиоастрон. Это значит такая вот радио... космический радиотелескоп, короче говоря. Абсолютно так. О котором почему-то очень мало у нас говорят и знают. Ну, радиоастрон – это проект космического радиотелескопа, это интерферометр. То есть это радиотелескоп, который, если мы хотим получить большое разрешение, то есть, скажем, если сравнивать с оптическими телескопами, то чем больше у нас диаметр телескопа, то же самое справедливо, собственно, для радиотелескопа, тем лучше мы видим всякие мелкие детали. Как? Соответственно, если мы хотим изучать очень далекие объекты космические, мы, естественно, хотим видеть максимально мелкие детали, которые... То есть максимальное угловое разрешение. Получить максимальное, да, максимальное угловое разрешение, которое нам позволило бы изучить в подробностях то, что там находится, где достаточно далекие. И поэтому ваша радиоастрон работает в паре с какой-нибудь наземной антенной, а он летает по вытянутой орбите, чуть ли не до Луны поднимаясь, и потом опускаясь почти до Земли. Почти до Луны, да, до Луны, и опускаясь до нескольких тысяч километров над Землей. Вот так вот. То есть фактически это создает некоторый эквивалент большого телескопа, который обладает именно диаметром, примерно соответствующим орбите Луны, если грубо говорить. Но для этого нужен, как минимум, телескоп, который будет крутиться, антенна, которая будет крутиться вокруг Земли, и нужны наземные... на Земле нужен еще телескоп, а лучше несколько. Ну, на Земле они, слава богу, есть. На Земле они, слава богу, есть, да, и достаточно много. И благодаря тому, что у нас, так сказать, была договоренность с многими обсерваториями, как нашими, так и зарубежными, мы имеем поддержку от этих телескопов, включая очень большие, самые крупные, наземные. Ну, это все дело техники. А теперь, значит, о результатах, которые получены. Вот эти вот Мазеры в космосе, я так вот помню, из детства, значит, предшественниками Лазеров они были, да, ими занимался Прохоров тот самый наш, и Басов, эти Нобелевские лауреаты, которые за Лазер получили Нобелевскую премию, как мы говорили. Вот, и это вот были, например, молекулы такие, много степеней свободы у них, типа аммиак, да, NH3, да, вот аммиак, по-моему, углекислый газ тоже у него имеется линия. Естественно. Гидроксил. Да, гидроксил. Ну, и, так сказать, потом уже вода и другие. Если собрать большое облако вот этого вот дела, да, то, значит, и возбудить чем-то эти молекулы, да, то есть привести их в метастабильное состояние, тот пролетает мимо кванта этого, знаете, самого света, или тут, там, радиодиапазона, и вот у них в квантовом мире есть такое явление вынужденное излучение. Вот он летит, а эти вот возбужденные атомы, вон там Мишка побежал, а меня-то что, не пускают! И он тоже за Мишкой бежит в той же фазе, и получается такой же, практически, такой же брат-близнец получается. Да, такой же вот квант бежит. То есть, на самом деле, да, космические мазеры, это фактически очень похоже на то, что мы имеем у нас на Земле в лаборатории. Это, ну, прежде всего, в основном, это, можно сказать, аналог газовых лазеров, только излучающих в длинных, там, сантиметровых, миллиметровых... Ну, только ещё маленький вопрос. Значит, в обычном лазере, вот, в оптическом, у него два зеркала, и вот между этими зеркалами мечутся. А там-то этих зеркал, очевидно, нет. И они светят во все стороны. Все то, что они, в общем, большие, наверное, эти мазеры, то, что космические облака... Да, вот, собственно говоря, основное их отличие в том, что мы не можем в космосе, у нас нету зеркал, которые резонирующие полностью... Правда, у вас там магнитных полей полно в космосе. Да, но всё-таки это не настолько... ...эффективно были изначально, когда в 65-м году, вообще говоря, зарегистрировали вот это вот излучение гидроксила, а мазерное... А это значит, что они идут... Все они в одной фазе, значит, летят, это значит, мазерное. Да, они когерентные, то есть они могут не обязательно... Вот звёзды нам не светят все в одной фазе, то есть звёзды не излучают нам лазерный свет, они просто светят, как нагретые тела. Да, как обычное нагретое тело. А вот здесь, да, как раз есть отличие от того, что когда искали, наблюдали переходы гидроксила, которые были предсказаны, в принципе, было изначально... Предполагалось, что это достаточно сложная для обнаружения молекула, которая должна... Переход из линии, которая должна быть достаточно слабой. И вдруг неожиданно в направлении там на Ореон, на области звездообразования, в нашей галактике, на области, где вот из газа, из плотных облаков бросаются массивные звёзды, а вдруг обнаружилось, вот в начале 60-х, в 63-м, в 65-м, вдруг обнаружилось излучение. И наверняка в популярных журналах написали, это нам... Что да, что это очень может быть... Сигналы. Это может быть искусственный сигнал, потому что он очень яркий, очень узкий линия, неестественная для природы. Да, да, да. Оказалось, это естественно. Так же, как и, собственно говоря, история с пульсарами, наверное, тоже. Да, да, да. Знаете, тоже очень похоже было, что такие сигналы. И потом, как бы, ну, это была одна из версий, вторая версия, что это неизвестный элемент мистериума, а, в общем-то, тут же родилась, поскольку Мазера и Лазера уже к этому времени были лабораторами... Вот только не было, а почему неизвестный элемент? Частота-то ведь соответствовала, наверное, как... Да, но было слишком необычное излучение, то есть его на 100-м не ожидали увидеть. А в чём необычность? То оно когерентное? Оно очень-очень сильное, очень сильные линии, очень мощные линии. Переменные и очень узкие, то есть вот это как бы... А переменные-то почему? А это связано с тем, что Мазер имеет очень сильный коэффициент усиления, и если у вас изменяется как-то условие подкачки энергии, накачки, так называемые, которые его... А накачивает, наверняка, какая-нибудь звезда? А накачивает его, да, его накачивают либо наиболее такие распространённые способы, это или инфракрасное излучение, например, пыль, она может... Инфракрасное излучение поглощается, и молекула поднимается в какое-то высокое состояние энергетическое, потом она постепенно, так сказать, разряжается, и в итоге сваливается вот на этот верхний метастабильный уровень, из которого очень... на котором образуется инверсная населённость, то есть у вас на... при обычном ситуации, при термодинамическом равновесии, как это характерно, там, для теплового излучения у вас, уровень верхний энергетический должен быть менее населён, чем нижний, а тут получается ситуация, когда они... Наоборот. И вот поэтому это идёт такой вот... Да, и поэтому... И вот это что? А как же так вот условия накачки-то меняются? Ну, он... Как это может изменить? Он может меняться на... Переменные звёзды, что ли, какие? Если у вас... вот тут нужно рассказать, где они на самом деле находятся. Значит, вот у нас наиболее такие яркие мазары, они наблюдаются... Ну, прежде всего, это на каких молекулах? Значит, это вот молекулы гидроксила, а сейчас молекулы воды. Так. Учекремния... Да, СИО2? Силицуму, да. А, СИО, да? Силицуму, да. А, это такой вот закись, как сказали по Кремнике. Аммиак, САЖ, САЖ-3ОЖ метанол достаточно много. Вот, ну, ещё некоторые молекулы, как бы, менее... Это вот это всё бывает в межзвёздной среде. Да, и это всё наблюдается в космосе. Ну, в космосе вообще наблюдается достаточно много молекул, то есть открыто больше сотни молекул, включая там самые сложные, типа, HC-11М. Это самые такие длинные и сложные молекулы. Но это вот в тёмных облаках, где куда не добирается излучение ближайших звёзд, ультрафиолетовые, которые их разрушают, если бы... Но, тем не менее, поскольку для радиодиапазона эти облака прозрачные, то мы можем как раз вот это излучение зафиксировать даже вот... А это вот что, те самые межзвёздные облака, в которых там несколько молекул на кубический сантиметр? Ну, на самом деле, там, где образуется мазер, всё-таки нужно побольше. Нужно где-то 10,6-10,8 частиц на кубический сантиметр. То есть это достаточно плотная область. А вот в окрестностях Земли, там, где вот спутники летают, там, где вас радиоастрон летает, там сколько в кубическом сантиметре? Ну, там совсем мало. И меньше гораздо, да? Ага. То есть это такое вот плотненькое-плотненькое, да? Это плотненькое. Это всё-таки плотненькое. И верхний предел, там, ну, где-то уже ближе 10,15-й, уже при котором выше этого предела просто мазер не может образоваться, потому что столкновение его выравнивает, его населённость, его уровень, и он становится просто тепловым источником. То есть они начинают тепловым взаимодействовать, да? Да. Так. А, значит, и где они наблюдаются? Ну, это самые ближайшие к нам, это кометные, в кометах. В хвостах? Да. Видимо и ничто. Видимо и ничто. Хвост кометы мы называли раньше в детской книжке, видимо и ничто. Вот комы кометы, вот где-то в этом. А там их накачивает Солнце? Видимо, да, либо может быть химические реакции, потому что молекула может образоваться так же и как химическое. Химическое масло. То есть при взаимодействии с... В возбуждённом состоянии. Да, да. Сама уже образоваться в возбуждённом состоянии. То есть Солнце разрушает поверхность кометы своим излучением и космическим, и солнечным ветром. И вот там в момент разрушения вот облаживаются возбуждённые... Либо, либо, либо опять же излучение может быть, если там реально пыль быть. Ну, Солнце к свете. Ну, это, так сказать, самые ближайшие. Они очень достаточно слабые, их очень сложно найти, потому что концентрации там достаточно небольшие. И вот как раз здесь надо вспомнить ту фразу, что у нас нет в космосе зеркал. Да. Поэтому всё, что мы можем, если в лабораторном лазере, мазере, мы можем много раз прогнать через рабочую среду... А это вот однопроходный получается. А здесь получается однопроходный, всегда однопроходный. И, соответственно, для того, чтобы набрать достаточно мощный сигнал, мы должны иметь на своём луче зрения очень много этих молекул. То есть это должен быть либо очень большой путь, либо достаточно их концентрации. А очень большой всё-таки сколько? Какой размер космических мазаров? Ну, вот те, которые достаточно сильные и яркие, это области звездообразования, либо оболочки старых как раз звёзд. То есть это вот тоже интересно. Оболочки взрывов сверхновых, да? Сверхновых тоже есть, но они как бы, в правилах, послабее. То есть... А что значит оболочки старых звёзд? У вас звезда, когда заканчивает свой жизненный цикл, она превращается во что-то типа, допустим, перемен, ну вот ещё до того, когда у неё образуется вот это расширяю... На поздних стадиях у неё образуется расширяющаяся оболочка, и происходит, а зачастую ещё пульсации происходят. То есть это мериды, это там... Завейные переменцы, да. Типа Вольфа Раи, да? Да, вот что-то. Ну вот прежде всего мериды, супергиганты, значит, у них есть оболочка, которая постепенно так рассеивается. Она может ещё сбрасываться, поскольку звезда пульсирует, она ещё может сбрасываться слоями, как луковичек. Вот, и вот в этих, на определённом расстоянии, во-первых, в этих оболочках есть молекулы, они достаточно холодные, чтобы молекулы могли образоваться. Вот, и во-вторых, есть постоянный источник подкачки энергии, как инфракрасные излучения, так и ударная волна, она тоже может в определённых условиях с толкновениями с окружающим газом, там, с водороном... Возбуждать их. Возбуждать, да, также там разные типы переходов, немножко получается, для одного накачка инфракрасная, для другого столкновительная, предпочтительнее, для каких-то комбинаций этих накачек. Вот, но тем не менее, значит, у вас есть источник энергии, который пульсирует. Вот, как раз, если говорить о старых звёздах, то вот здесь наблюдается переменность, переменность зачастую связанная с пульсациями звезды. Вот, а если мы говорим о местах, где образуются звёзды, то есть это большие молекулярные облака с плотными частями, в которых начинается образование звезды, или уже образовалась молодая звезда большой массы, достаточно низкой массы Солнца. Почему большая масса? Потому что в этом случае энергия больше, и в этом случае эффективнее как раз проявляются такие явления мазерные. А вот размеры этой области звездообразования, это сколько? Они могут быть достаточно большими, но вот мазера видны... Это как, световые годы? Ну, по крайней мере, это тысячи астрономических единиц. Ага, тысячи астрономических единиц, это расстояние от Земли до Солнца? Да, то есть, 8 световых минут, 8 тысяч делить на 60, это 800 делить на 6, ну, 100 часов с лишним, 120 часов, 130. Ну, это как бы вот... Могут быть и больше. Это размеры Солнечной системы. Могут быть и больше. Но, то есть, как правило, даже больше, и сам размер мазера вот этой области, то есть, этой части газового облака, в которой подкачивается энергия, которая образуется эта инверсная населенность, она, как правило, она может быть разная, она варьируется там от 10, от миллионов километров, скажем так, линейный размер миллионов километров до нескольких астрономических единиц, нескольких десятков. Ну, миллион километров это очень мало. Это очень мало, да. Это немного больше, чем размер системы Земля-Луна, там 300. Ну, если диаметр брать, то, значит, где-то 600. Ну, вот, наверное, хорошее сравнение, что это чуть меньше диаметра Солнца, полтора. Ага, чуть меньше диаметра Солнца. Ну, так это вот, как бы, это по порядку величины. А промодулировать этот сигнал можно только за счет вот таких вот циклопических явлений, типа вот переменная звезда, там, да, вот такие вещи. То есть, либо, ну, либо вы можете промодулировать это тем, что у вас изменяется, ведь что Мазер усиливает, либо собственное излучение, которое проходит, либо у него есть источник, так сказать, фоновый источник, который спускает фотоны, ну, например, континуумное излучение, то есть фотоны любых практических частот. Вот, и он, в том числе и тех, которые подходят, которые находятся на той же резонансной частоте, что и переход Мазера. И в данном случае, если у вас есть вот такой источник фоновый, то есть это или звезда, или что-то, если более глобальное, например, в других галактиках, может быть, центральная окрестность черной дыры, где там есть и аккреационный диск, который излучает вот эту плазму, она тоже может служить фоном. То есть, если у вас изменяется, есть какая-то переменность этого источника, то это может служить одной из причин такой переменности самого Мазера. Либо у вас изменяется по какой-либо причине эффективная длина, на которой происходит усиление. Там может быть много объяснений, например, у вас фактически это может быть не один объект, а несколько облаков, которые у вас попали на одно поле зрения с примерно одинаковой скоростью. То есть у вас вот они встретились, прошли, в момент прохождения у вас будет сильная вспышка. Потом они расходятся, и, соответственно, вспышка затухает. А можно я вот пофантазирую? Вот смотрите, вы сказали про то, что кометные вот эти оболочки, они тоже могут в них наблюдаться мазерный эффект, хотя он в космическом масштабе, конечно, очень слаб. И вот я дальше начинаю думать, а как можно промодулировать, вот хочется промодулировать, да, понимаете? Хочется послать уж сигнал промодулирован от души куда-то в надзвёздные высоты. В принципе-то говоря, хочется сильный источник, да? Были такие опыты в создании искусственной кометы, помнится, да? Как они, в чём они заключались-то? Ну, насколько я понимаю, там... Эжектировалась, по-моему, облака, то ли... Эжектировалась натрий, кажется, натрий, да. И вот если эжектировать вот в эту вот область, где идёт вот этот вот эффект, что-то эжектировать, что, например, этот эффект гасит, да? Понимаете как? Ну вот если эта область размером с комету, да, ну, наверное, это можно вот эжектировать, чего-то такое. И погасить там процесс вот этой вот генерации, ну, что-то такое, что, я не знаю, поглощает эти длины волны, или что-то с ними делает, да? Какой-то нелинейный эффект? Ну, наверное, можно, но я думаю, что вот... И таким образом модулировать хотя бы с частотой, там, я не знаю, несколько герц, да? Или там десятые доли герца, или сотые доли герца модуляция. Ну, я боюсь, что это достаточно сложная задача. То есть вот типичное время переменности, то, что мы наблюдаем, это от лет и месяцев до очень, то, что называется очень быстрой переменностью, это десятки минут. Десятки минут, да? Это то, что наблюдается реально. Ну, сотые доли, получается, сотые доли герц. Ну, да, но это при этом не периодичная, как правило, не все-таки вот эти быстрая переменность, она, как правило, достаточно хаотичная такая. То есть что-то пропадает, какие-то детали пропадают, какие-то вспыхивают какие-то степени. И причем это значит в области порядка, там, десятков или сотен астрономических единиц, да? Естественно, вот так сказать, не совсем внятно, как это везде, вот, я вот пытаюсь что-нибудь такое придумать для связи, вы понимаете? Надо же дать о себе знать, чтобы вся галактика вот знала и воспринимала нас. Правда, конечно, скорость передачи информации будет очень низкой, да? Да, то есть это, но с точки зрения вот информации, которую мы можем получить, чем они хороши? Так. Тем, что они, во-первых, все-таки мы говорим о том, что сам этот мазерный источник, это такое небольшое пятно, и если мы хотим изучать, значит, таких пятен зачастую очень много в исследуемом объекте. И если мы говорим про область звездообразования, то, как правило, его характерные размеры одного такого мазера, они в тысячи раз меньше, чем вот размеры этой, угловые я имею в виду размеры, они в тысячи раз меньше, чем, видимо, область звездообразования. И эти пятна, они связаны, они как бы вкраплены в этот газ, который окружает звезду, и, соответственно, они отслеживают все движения газа, движения аккреционного диска, например, если они там находятся, движения всяческих потоков газа. То есть это неоднородности размером существенно меньше, чем вся вот эта вот область, да? То есть вы можете фиксировать их перемещение, да? Да, и они очень компактные и очень яркие. То есть это как будто вот несколько фонариков, ну, свечек в лодочке попало вот в поток какой-то, да? И вы сверхсмотрите, вот эти вот свечки, вот, а вот оно как движется. Да, и вот если мы имеем большое разрешение, то есть мы имеем или интерферометр... Как раз в ваш случае? Как раз в наш случае, да. Ну, может быть, и наземный интерферометр, но дело в том, что чем больше плечо, чем больше расстояние, так сказать, база между двумя телескопами или несколькими телескопами, тем больше у нас это угловое... Можно достичь большего углового разрешения. И, соответственно, мы можем отслеживать более тонкую структуру, более мелкие движения вот этого всего окружения, так сказать, окружения формирующейся звезды. И, соответственно, мы можем измерять как скорость лучевой, потому что у нас узкая деталь, она очень хорошо фиксируется по частоте, и любое доплеровское смещение мы можем очень хорошо померить. Так и ее собственные движения, то есть в плоскости, в небесной плоскости, то, что называется собственное движение. И если мы сделаем несколько последовательных, как бы построим распределение пятен последовательные моменты времени, мы можем и измерим их всех скоростью, то мы можем потом путем компьютерного моделирования попытаться восстановить движение этого газа. А если мы предполагаем, что там, скажем, какой-то диск вокруг звезды, то мы можем оценить, там, к теплеровской вращении, мы можем оценить и массу звезды, и массу этого диска. И вообще какие там движения, какие энергии. Я можно тоже прокомментирую? Вот вы, значит, очень хорошо рассказали про деревья, да? А я сейчас расскажу про лес. Можно? Конечно. Я вот так человек посторонний к вашему лесу, поэтому так издалека его вижу. Вот я слышал сейчас вот у космологов все эти разговоры про темную материю, им там вечно что-то не хватает. И в то же время был такой вполне серьезный, значит, ученый, Альф Вен, так, по-моему, фамилия, да? Который как раз занимался космической, ну, плазмой, да? Альф Веновские волны, там, все такое прочее. Лауреат Нобелевской премии, кстати. Вот, то есть вполне серьезный человек. И вот он считал, что вот для описания, значит, Вселенной недостаточно вот только гравитационных сил. Кроме всего этого прочего должны учитываться вот те магнитные поля, которые, так сказать, вморожены в плазму, в межзвездную плазму. Очевидно, говорит, вот смотрите, как, говорит, когда что-то движется, газ, да, в плазму, в мороженом, они вот так закручиваются в спирали, вот как у нас в Солнце, да, например, да? Так вот то же самое, говорит, посмотрите на спиральные галактики. Не указывает ли это на как раз вот эту вот закрученность, скрученность этих силовых линий? И вот, возможно, как раз вот это вот то, для чего придумывают сейчас темную материю, это как раз связано вот с этим. И, кстати, ваши исследования как раз могут, вот накопившие вот этот вот экспериментальный материал наблюдательный, в принципе, могут поставить так или иначе какую-то хорошую запятую вот в этом, во всем споре, да? А наше время вот прошло, нам надо точку ставить. Вот, к сожалению. Ну, уже просто, да. Да. И вот публике наше спасибо большое за внимание, спасибо, что вы нас смотрите. Всех благ вам, удачи, до свидания.